всем привет сегодня я покажу как делаю для себя флешку реаниматор на 8 гигабайт просто по порядку программы которые я включаю свою клетку флешку реаниматор вот такие это значит поисковик операционных систем это акронис акронис значит диск директор для управления разделами жестких дисков и акронис true image там программа для восстановления образов созданных программой акронис на разделы жесткого диска или для создания этих образов еще один менеджер жестких дисков или разделов жестких дисков это линуксовская программа gparted и обычно я в размер свои флешки вставляю один linux но минт там любой или цинамон там или xfc и там или мэйт и значит вот windows 10 . ну в этом плане что могу сказать значит вот здесь вот у меня на хранилище под любым моим видеороликом пойдете на мой блог из моего блога попадете на кладовочку на мега зайдете в раздел windows десяточка и вот здесь вы видите media creation tool 32 и 64 в зависимости от типа вашей операционной системы скачаете и запустите значит покажу как это дело делается потому что мне это намного сократила головную боль не нужно забрасывать образы на мою кладовочку а сами эти программы ну посмотрите он 17 18 мегабайт весит совсем немножко когда значит вы такую программу к себе скачаете ну вот например смотрите media creation tool 64 вот я нажимаю на ней появляется сейчас менюшка значит ну будет спрашивать обновить этот компьютер сейчас или создать инсталляционные медиа для другого компьютера нажимаем на него кнопочку следующий язык ну русский выбирайте русский вот он здесь есть издание ну допустим про профессиональное а вот теперь смотрите внимательно сборка предлагается как для 32-битной архитектуры так и для 64-битной и так и для двух если нажмете на 2 то у вас образ будет порядка 6 гигабайт и поэтому же linux на кладовочку не влезет а вот если по любому из этих кликните то есть сборка создается под конкретное значит определенную значит систему и нажмете на следующий у вас спросит куда сразу записать на флешку или изо файла я пишу создать изо файл ну и например сохранил все это дело я на рабочем столе назову это десяточкой и назову это рус русская сборка не напишу 64 бита вот такой будет изо файлик я сейчас прервусь и когда все это дело будет заканчиваться покажу вам что делать дальше вот загрузка на закончилась теперь на программа а делает второй этап верификацию вашей загрузки то есть проверяет правильно на или нет все это дело у вас скачалось это своего рода на как бы проверка на контрольной суммы ну подождем здесь немножко и вот она все это дело проверила наступает третий этап на создание windows 10 медиа то есть вот она будет уже вот этот изо файлик для вас создавать итак программа сделала значит на рабочем столе создала образ нажимаем на кнопочку финиш напишу что сейчас она за собой все почистит вот все сделано вот у нас получился такой вот образ вот написано что размер образа на три и три гигабайта а вот образ который она делала для двух систем то есть для 32 битной и для 64 битной систем занимает 6 гигабайт вот теперь и сравниваете если у вас флешка достаточно больших размеров там на 16 гигабайт и больше то можете в принципе сделать установочный изообраз для двух систем если у вас как говорится везде идет 64 битные системы ну так экономьте место а значит что дальше итак теперь на счет наша задача заключается в том чтобы записать вот эти вот изообразы на флешку ну первое у нас по списочку идет поисковик операционных систем по из пробер значит запишем его на флешечку вот программа юми всегда значит можете посмотреть посмотреть последнюю версию юмикова здесь скачать его для винды вот отсюда можно вот нажмете кнопочку скачаете его соглашаетесь показать флешку вот у меня флешка на 7 гигабайт я вот здесь вот нажму отформатировать выберу групп from ram и поставлю программочку поисковик операционных систем она абсолютно крахатуричные где-то там полтора мегабайта создать ну в начале программу я там поставил галочку форматировать поэтому она у меня сейчас этот usb drive или флешку отформатировать и записал вот она уже первую программочку на флешку еще записать да еще идем дальше опять-таки групп from ram следующим пойдет акронис создать еще записать еще запишем программа gparted она где-то вот здесь была вот она вот она ну запишем ее записали акронис и теперь у нас остается записать две большущие значит операционной системы windows 10 и linux mint в любом порядке любой mint как говорится любая винда в данном случае у меня десятка самая последняя к ней у меня там есть набор и для активации и как убрать там шпионов и классическое меню для нее кстати вот у меня сейчас десятка вот так выглядит для нее классическое меню как примерно как семерки мне это как-то больше по душе чем это плиточная система вот очень удобная а если кликнуть правой кнопкой мышки то вот можно посмотреть информацию там на системе добраться там до менеджера разделов тоже но в общем хорошая штучка вот моментально получаете информацию системе там четыре гигабайта там то все пятое-десятое ну вот можно посмотреть итак значит приступаем на записи следующего образа значит на этот образ ну давайте давайте минт запишем значит я зайду в образы зайду в linux вот у меня здесь минт да я значит кладовочку здесь сделать не хотя могу посмотреть у меня значит 34 размер так я здесь кладовочку делать не буду просто запишу минт и все ну и теперь запишем windows здесь вот инсталлятор здесь вот инсталлятор показать ну вот у меня это даже не это а мы же помогло рабочем столе да вот сделали образ на 3 гигабайта и запишемся запишем на флешку значит 64 битную русскую сборку windows 10 ну пока идет установка 10 винды значит вот вот этот вот эту программу линку значит нужно взять правой кнопкой по ней нажать и разархивировать в папочку она очень небольшая там порядка 8 мегабайт в папочке запустите установку и согласно инструкции там все установить что ставится как обычная виндосовская программа и когда мы запишем значит сборку винды мы при помощи этой программы сразу проверим работоспособность нашей флешки то есть вот такой вот набор программ вам будет гарантировать следующее что если во время перезагрузки там или еще каких-то там аварийных ситуаций вы включаете компьютер и на экране появляется надпись значит не могу найти операционную систему operating system not found вот вы запустите эту флешечку стартуете с нее запустите программу поисковик операционной системы и обычно там восьми или в девяти случаях из десяти он находится операционной системы и стартует причем если там есть у вас он поймает какой-нибудь линукс это вообще прекрасно потому что в линуксе есть прекрасные загрузчики операционных систем бурк или групп плюс настройщик меню загрузки там вы можете все это дело поднастроить и у вас система будет нормально загружаться и видеть и линукс и винду очень часто это когда бывает вариант номер один загрузили линукс поставили винду грузится только винда линукс не видит стартовали с помощью флешки зашли на минд сделали меню загрузки видны две системы и наоборот была винда записали минд там или ну линукс стартует только с линукса ну тут еще проще взяли значит загрузчик операционных систем настроили меню загрузки все работает ну а самый черный вариант если выскочил на экране что вообще не может найти операционных систем то вот берете с флешечки стартуете ОС Пробер и он вам помогает все это дело найти вот такая вот немудреная штучка ну я назвал ее флешка реаниматор потому что она помогает в большинстве скажем так неприятных ситуаций итак запись на флешку закончилась основные программы мы записали теперь значит отметим что мы больше не будем записывать закончим с программы на юме и запустим программу rm prep usb проверим что у нас имеется на флешке ну у меня уже она установлена я так ее запускаю и вот здесь в менюшке значит нажимаю сразу видно что вот она флешечку видит флешечка 7,5 гигабайта но я даже могу посмотреть сколько у нас тут осталось так ну вот еще даже 4 гигабайта вроде бы так осталось так ладно в любом случае ждем появления экранчика вот так вот выглядит стандартный экранчик загрузки на флешку здесь значит у нас имеется программа поисковик операционных систем Acronis и программа для установки винды ну вот если появляется уже такая загрузка я дальше не жду сейчас посмотрим похоже у меня проверим проверим нет и линуксминт установился а ну да у меня же в общей сложности там да это не 6 гигабайтная сборка винды а 3 поэтому у меня столько много места еще осталось и так что значит мы сейчас сделаем сейчас я буду прямо с флешечки делать запись своим мобильным телефончиком качество будет неважно но вы зато увидите в живую как оно все работает затем снова вернемся на винду и я еще покажу вам одну примочку тоже весьма полезную программку и так запись я веду своим мобильным телефончиком качество неважное но тем не менее вот первая строчка значит group bootable isos и здесь значит мы проверим самую первую программку OS Prober или поисковик операционных систем наводим на нее курсор строку и нажимаем enter и вот тут первая строчка так и написано detect any OS выявить любую операционную систему нажимаем и вот у меня выявил он загрузчик винды 10 и 4 других операционных системы ну вот можем попробовать загрузиться попробуем загрузиться с винды вот появляется характерный значок загрузки винды пошел экранчик загрузки ну и собственно говоря вот мы загрузились в винду 10 а теперь значит попробуем зайти еще проверить как работает поисковик операционных систем проверим как он линукс находит я думаю тогда вам уже будет понятно как чудненько работает эта прекрасная программа и так я снова перезагрузился пойдем опять таки проверим как работает поисковик операционных систем потому что у многих такая ситуация бывала и многие вынуждены были просто напросто диск переформатировать а здесь как видите есть возможность зайти вот я сейчас на линукс зайду нажму enter здесь есть возможность допустим на линуксе загрузиться и там у меня есть программы загрузчики операционных систем настроить их настроить меню загрузки и и как говорится все будет нормально здесь я все показываю в живую без перерывов вот как оно так вот все это дело идет чтобы вот пользователи увидели как эта программу лина работает весит она всего полтора мегабайта можете себе представить спасает она от многих и очень многих неприятностей вот собственно говоря уже началась загрузка минта вот этой программу лина я уже лет десять пользуюсь если не больше случайно на нее как то нарвался попробовал мне понравилось и я так сказать включил ее в свой арсенал ну и в принципе и вам рекомендую иметь ее у себя на флешке потому что при помощи программы юми вы на флешку можете записать несколько операционных систем ну вот и что и требовалось доказать операционная система загрузилась вот так вот это все дело работает с флешки а сейчас я перезагружусь еще покажу немножечко ну а сейчас посмотрим еще вот как работает акронис тоже хорошая штучка вот тут начинает появляться значит меню сообщающие что там 64 мегабайта из 260 загружается в оперативную память ну вот как эти все они загрузятся появится меню загрузки акрониса где вы можете выбрать или вам пойти в акронис диск директор и делать разметку жестких дисков или в акронис true image найти свою копию и с помощью этой копии восстановиться с нее на жесткий диск компьютера на эту тему значит как работает с акронис true image и с акронис диск директор в интернете и на youtube существует много и на русском языке также поэтому я здесь не буду дублироваться вы поищите посмотрите программы хорошие но в основном конечно они сделаны под винду но тем не менее вот пожалуйста значит у меня значит акронис показывает сколько у меня на жестком диске разделов и какие они и прочее и прочее и прочее подробную характеристику закрываем значит снова пойдет перезагрузка и последним значит вот system tools тут идет отдельно программа от линукса gparted также позволяет управлять разделами жесткого диска нажимаем там enter она везде там по дефолту пускай там и делает ну просто другой интерфейс но также позволяет как говорится управлять разделами жесткого диска вот и все ну здесь вот enter просто нажимаем здесь enter нажимаем везде соглашаемся и вот она выдает нам экранчик и сразу включается загрузчик gparted менеджер разделов жестких дисков который также сейчас обследует систему и выдаст вам подробные сообщения что на ней и как там расположено вот таким вот образом то есть на флешке у вас будет как говорится две хорошие программы окронис здесь директор и gparted для управления форматирования там и так далее жесткими дисками разделами жест и так вы посмотрели как все это работает как все это проверяется при помощи программки rm prep как это работает вживую я при помощи своего мобильного телефончика делал съемки извиняюсь конечно за низкое качество ну основа то видна что работает работает нормально все и вот последняя финальная программа довольно таки любопытная посмотрите называется она имидж usb вот ее тоже нужно разархивировать в папочку тоже программа крохотулечная 480 кб вот посмотрите я ее запускаю вот особенностью данной программы является то вот она я ее выделил давайте каким-нибудь особым цветом сделаем даже не знаю каким ну давайте снова зеленым сделаем какая разница вот так вот особенностью данной программы является то что она может создавать посекторные копии с флешек в формате бин раз а второе допустим в этом формате создана флешечка вы ее значит при помощи этой программы сохранили в формате бин а потом можете хоть на 100 флешек записать одновременно причем на пустые флешки один образ просто вот здесь вот вместо значит одного драйва будет значит указано там их много первая опция записать на usb drive а мы собираемся наоборот создать образ из usb драйва итак нажимаем на кнопку значит пожалуйста выберите расположение где этот файлик бин будет создан с флешки выбираем дескт 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 файлик будет ну я напишу реаниматор нажму на сохранить вот значит нажимаем на кнопочку создать соглашаемся со всеми условиями и начинается создание этого чудесного образа то есть один раз создав эту флешку и сохранив ее при помощи вот этой чудненькой программулины вы значит вот этот образ формате бин и туда же можете поместить и саму вот эту вот программулинку чтобы при помощи нее записывать этот образ на флешке вот получаете уже сказать готовое все дело и настроенное и которое не нужно создавать там по тысяче раз потому что образ этот уже делается как говорится побайтово посекторно я там не знаю как но один в один точный слепок с вашей флешки вот это огромнейшее преимущество и достоинство и плюс массовое как говорится производство то есть там зависит только от того сколько у вас юсб разъемов сколько свободных есть туда повтыкали пустые флешки и на них будет записан один и тот же образ минусом является что вот как размер там допустим был какой-то исходный создан так вот размер флешек должен быть такой же или чуть чуть больше этого образа на меньше не войдет но даже если вы возьмете там размер флешки в два раза больше этого образа запишите вот этот образ при помощи этой программки все равно он будет занимать вот именно точно такие же размеры вот ну то есть размер вроде бы как неизменяемый ну для меня собственно говоря это большой роли не играет потому что ценность этой флешки ну понимаете там на три на пять лет потому что ну что ну сборка винды все там записал ну linux mint там любая сборка ну что ну записал и установил потом там нажал обновиться там проапгрейдился тоже все а вот сами по себе вот эти вот чудненькие программки поисковик кронис и джепартит ну это скажем крупинки золота добытые как говорится за долгие годы моих опытов там с виндой с линуксами вот хорошие простейшие программки очень небольшие по размеру так что их могу рекомендовать многим итак программа закончила запись появилось вот такое сообщение completed завершено нажимаем на ok выходим из программы значит ну что мы имеем вот похоже всего мы имеем два файлика значит я сейчас сделаю для них папочку и назову ее реальне matter bin то есть вот уже будет понятно что вот в этом формате у нас оно и есть то есть папочку сюда а сюда мы можем взять и поместить вот этот файлик то есть все в одном то есть значит что представляет собой вот этот файлик мдс и shi ван контрольной суммы причем значит это вот снято с самой флешки а это вот уже из образа который был создан как видите они совпадают вот таким вот образом и размер файлика у нас получился 7,8 гигабайта то есть практически она эта программа взяла весь размер флешки вот если бы еще можно было бы конечно освобождать на ней пустое место то есть работать с ее размерами это было бы вообще великолепно ну даже безо всего этого это просто-напросто расчудеснейшая программа потому что раз это дело сделав вам не нужно потом каждый раз на флешку устанавливать все эти программы а просто запустили эту программу при помощи этой программы уже на флешку это самое установили все это дело там за 10-15 минут и причем на любую флешку и все у вас работает это все нормально единственное только условие чтобы размеры флешки были такие же или чуть-чуть больше вот практически и все так что вот в плане значит системы безопасности расположенные на флешке я думаю что рассказал вам довольно таки подробно и теперь у вас теперь у вас будет вариант как значит создавать флешку как искать операционные системы как восстанавливаться и так далее в общем желаю вам всего самого наилучшего и до скорых встреч до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи